В начале прошлого года пешеходные переходы в Иванове начали оборудовать тактильной плиткой. Перед зеброй на центральных улицах стали появляться желтые ребристые полосы, которые оповещали незрячих людей о приближении к дороге. Наш телеканал уже неоднократно рассказывал, во что превратилась тактильная плитка. Во многих местах сильно потрескалась, а кое-где и вовсе исчезла. Год назад в мэрии обещали все исправить. Солисты самим с подрядчиком будут осуществлять выезды на место и принять качество выполненных работ. В случае выявления недостатков подрядчик обязуется устранить все недостатки за свой счет. Кроме того, гарантия на выполненные работы составляет два года. И в течение всего гарантийного периода подрядчик также отвечает за свои качества выполненных работ. К зиме прошлого года выяснилось, что почти половина объема работ выполнена с нарушениями. Мэрия обязала подрядчика исправить все недочеты. Можно сказать, что этим летом перехнули всю плитку, которая сейчас испорчилась. Переустановят всю плитку, которую мы не приняли по качеству. Большей части мест уже этой плитки там по факту нет, потому что мы обязали подрядчика ее устранить, демонтировать, если она стала крошиться, чтобы не мешать проходу. Но в ряде мест еще осталась она просто более крупными трещинами. Соответственно, она будет демонтирована, заменена она нормально. В ближайшие пару месяцев как случится? В этот строительный сезон они и доделают, исправят то, что должны были по прошлому году, и начнут осваивать новые объемы работы, соответственно, по другим адресам. За лето плитка раскрошилась еще сильнее. Почему подрядчик не заменил ее – большой вопрос. Весной в мэрии обещали новую плитку до конца строительного сезона. Не за горами декабрь, а осколки тактильной плитки до сих пор украшают центральные улицы города. В администрации сетуют на нерадивых автомобилистов, которые паркуют машины прямо на плитке. Один из примеров – перекресток проспекта Ленина и улицы Батурина. На повороте к областной думе действительно часто оставляют машины прямо на пешеходном переходе. Впрочем, в большинстве мест плитка развалилась все же по вине подрядчика. Тактильная плитка в нашем городе появилась относительно недавно. Существует определенный ряд проблем, которые связаны с разрушением этой плитки. То есть это и наезд транспорта, и всевозможные другие причины. То есть это обработка так называемыми топорами, то есть пешеходным переходом, чтобы люди могли в скользкое время переходить проезжую часть. И в этом ключе плитка разрушается. То есть мы постараемся предусмотреть определенные меры, чтобы не допустить разрушения этой плитки. Несмотря на полное фиаско с тактильной плиткой, администрация продолжает оборудовать ей улицы. Последние числа ноября снег основательно лег на тротуары. Рабочие старательно укладывают желтые плиточки на Лежневской. В надежде на то, что новую плитку не постигнет участь старой, решили сменить субподрядчика. Работа с подрядчиком, который укладывал плитку год назад, ведется. Если в добровольном порядке он по гарантийным обязательствам эту плитку не исправит, мы пойдем в суд и заставим его сделать качественный ремонт. В мэрии пообещали, что в 2019 году горе-плитка точно будет обновлена. Что же касается самой идеи оборудовать город тактильной плиткой, то управление благоустройства не спешит сворачивать работы. Из городского бюджета на тактильную плитку были выделены сотни тысяч рублей. Судя по всему, проект полностью провалился. А деньги были потрачены, если не впустую, то уж точно нерационально. Да и сами незрячие говорят, что от такой доступной среды толку немного. Лучше бы светофоры поставили со звуковыми сигналами. Было бы куда полезнее. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.